Музыка Давид Ширайов-Петров в энциклопедии Русской Америки. Давид, в энциклопедии Русской Америки рассказывают только о себе. Вы единственный повод сегодня для этой записи. И я вас попрошу рассказать о себе, начиная, видимо, с дня рождения, с места рождения. Я родился в Ленинграде в 1936 году в семье интеллигентов, еврейских интеллигентов. Мама вышла из среды раввинов, отец из мельников. Но оба они к этому времени деклассировались, стали обыкновенными советскими интеллигентами. Самым большим... Если вам не трудно, год и день. 28 января 1936 года. Я думаю, что самым сильным впечатлением, первым, которое оказало влияние, наверное, на всю мою писательскую жизнь, была эвакуация на Урал, в село Сива, Пермской, тогда Молотовской области. Мы жили в деревне, жили совершенно деревенской жизнью. И я впитывал слова, которые шли прямо из глубин народа. Но кончилась эвакуация, кончилась блокада Ленинграда, мы вернулись домой. И дальше я считаю, что моя жизнь была такой же, как жизнь всех подростков, полубеспризорников. Поскольку родители работали целый день на заводе, и мы были предоставлены сами себе. Единственным, что, может быть, отличало меня и моих близких друзей, школьников, товарищей в то время, это любовь к книгам. И особенно любовь к поэзии. Эту любовь прививала нам учительница Наталья Сергеевна Ярославцева, которая когда-то дружила с Кирсановым, с Есениным даже была хорошо знакома, с Севодом Рождественским. Прошу не путать с Робертом Рождественским. И, в общем, читая и думая, я начал писать стихи лет с 15. Вначале это были сатирические стихи с довольно нецензурной лексикой. Ну и все бы, наверное, так и шло. Я писал бы лирические стихи, потом и так далее. Если бы не встреча в первом медицинском институте, куда я поступил в 1953 году, сразу же после того, как прекращено было дело врачей, евреев-убийц, так называемых, я встретился в этом институте с замечательным будущим кинорежиссером Ильей Александровичем Авербахом. И вместе с ним и с Васей Аксеновым мы организовали литературное объединение. Потом она стала литературным объединением промкооперации, куда вошли такие будущие крупные писатели и поэты, как Рейн, Вольф, Бобышев, Найман, Кушнер, Еремин, Соснора. Как раз сейчас, несколько дней назад, он получил поэт, звание поэт, лауреат всероссийского. Во вторник, да, это было. Так что я все время горжусь своими бывшими одноклубниками по литературному цеху. И, может быть, самым мощным следующим впечатлением, которое оказало влияние на меня, как на поэта, это была уже встреча с Бродским. И с ним я познакомился в 61-м году, сразу же после демобилизации из армии, где я служил как врач, военный врач. Ну, сложно сейчас уже оценивать, кто тогда на кого больше влиял окружение Бродского на него или он на окружение. Во всяком случае, я помню, как он впитывал лирический, особенно любовный лирик, который я писал в то время. И, конечно, мы все находились под мощным влиянием его таланта. Ну, началась моя, так сказать, работа в литературе и в поэзии уже вполне профессиональную, поскольку, начиная с 61-го года, особенно в 62-м году, уже установилось мое сотрудничество с издательством художественной литературы, ленинградским отделением, где я довольно много переводил. И в это время я познакомился с Ефимом Григорьевичем Эдкингом, знаменитым переводчиком и теоретиком литературы. И особенно, так сказать, мне посчастливилось видеть и несколько раз даже разговаривать с Анной Андреевной Ахматовой. Особенно вас интересует, наверное, история, особенно запомнилась такая история, которая, ну, говорит о ней как о человеке вспыльчивом, горячем и не жалеющем никого, кроме своего представления о том, что такое поэзия. Однажды я зашел в издательство художественной литературы, чтобы поговорить с Натальей Ивановной Толстой, теперь уже покойной, она была редактором отдела восточных литератур в издательстве, поговорить с ней о моих ведущих переводах печали. Мне сказали, что ее нет, что она у себя дома как раз и принимает у себя Анну Андреевну Ахматову. Ну, жила она как раз напротив художественной литературы. Издательство находилось, так же, как издатель «Советский писатель», находилось в доме книги. Если вы помните, это был дом с огромным шаром рекламы швейных машинок. Ну, я купил два букета цветов, отправился к Наталье Ивановне. Она жила близко за Казанским собором. Позвонил в ее дверь, она открывает. Смотрю, глаза заплаканные, совершенно какая-то подавленная. Ну, тем не менее, она меня пригласила. Я вошел, сидит в кресле Анны Андреевны Ахматовой. И они продолжают разговор. Анна Андреевна ей говорит, что вашу правку, которую вы сделали на моих переводах, я вообще не принимаю. И тогда Наталья Ивановна, как, Анна Андреевна, это действительно надо было. Так сделать они иначе. И тогда Ахматова, больше не обсуждая это дело, в верстку швырнула на пол. Я вот, говорит, чтобы вы понимали, вот так вот это будет. Я был совершенно потрясен, поскольку хуже всего увидеть великого человека в плохом, так сказать, состоянии. Ну, ушел. Это был один момент такой, ну, может быть, интересный для вас и для читателей, поскольку очень часто, либо после смерти поэта и там писателя, актера, великого человека, любого, начинают создавать легенды. И либо это легенда в одну сторону, либо в другую. Как раз она была, Ахматова была таким символом оскорбленной матери, что справедливо. Но, видимо, это не спасало ее от собственных ошибок. Она могла обидеть кого-то другого. Дэвид, ну вот вы, кстати, говорили о Бродском. Я, насколько понимаю, вы встретились, когда ему был 21 год, 61 год, а вам было 25. Он ведь тоже отличался безапелляционностью довольно резко. В компании, по крайней мере, общался с людьми. Да, один раз я помню такой, когда это досталось мне. В общем, сначала мы с ним познакомились так. Буквально через неделю после того, что я вернулся из дембализации, дембализовался из армии, вдруг ночью раздается, ну, не ночью, часов 10 вечера, звонок в мою коммунальную квартиру. А я жил в лесном. Ну, это почти что окраина Ленинграда. Я открываю дверь и смотрю, стоит какой-то с велосипедом молодой человек. Был апрель. Мокрая такая погода. Метель ленинградская. Ужасно. Мокрый весь. В куртке. Рыжие волосы растрепанные. Я открываю и не понимаю, потому что я его не знал, Бродского, до сих пор никогда не видел. Он мне сказал, я Иосиф Бродский, и, может быть, даже он сказал, меня зовут Ося Бродский. В то время его называли Ося. Иосиф потом пришел уже. И я, говорит, хотел с вами поговорить. Я читал ваши стихи любовные, я хотел с вами поговорить. В общем, мы с ним проговорили почти полночи. У меня была бутылка вина Мадера. Как сейчас помню, я затопил печку, он согрелся. Мы с ним очень-очень подробно разговаривали о лирической поэзии вообще, о его стихах. Он читал много, я читал потом много и так далее. Вот. Так что с ним как раз у меня были... Я считаю, в целом, очень теплые какие-то отношения. Но однажды, вдруг, я понял, что в нем сидит некий, так сказать, протестант, который не будет давать никому переходить его дорогу или обходить его. Это было, по-моему, осенью 1962 года. Борис Вахтин, сын Веры Пановой, сам известный прозаик и переводчик знаменитый, с китайского, пригласил меня, Бродского, Наймана и Бобышева выступить в таком вечере соревнований у них в Институте народов Азии, где он работал. Смысл этого в том был, что мы по очереди читали стихи. Каждый читал одно стихотворение. И потом публика путем аплодисментов или голосования отвергала всех, оставляла... сначала оставила там четверых, потом троих, потом двоих. Каким-то чудом оказалось, что мы остались с Иосифом вдвоем. И мы начали читать по очереди. И публика никак не решала, кто должен уйти. Так мы закончили это соревнование, никто из нас не победил. И, как я понял, это ему не понравилось. Это для него... этот эпизод он не любил ни вспоминать, ни комментировать и так далее. То есть он себе не позволял проигрывать никогда. Именно не позволял себе проигрывать. И никакие, так сказать, дружеские отношения уже к его представлению о личной славе не имели. Но, насколько я понимаю, это был не проигрыш. Ничья? В его разумении это был проигрыш? Это был проигрыш. Он не признавал ничьи. Если бы он был шахматистом, он, наверное, был бы... Ну, вроде талия. То есть для него лучше было идти на осложнение, чем предпочитать спокойную ничью. Давид, вот вы, вращаясь в этом кругу, общаясь с этими людьми, вы можете ли назвать кого-то из них, кто был для вас, ну, таким путеводной звездой? Бродский не стеснялся говорить о том, что Рейн, опять-таки, нравится это или нет, его учитель. Ну, к примеру. Это шутка была. Это не совсем шутка. Он посвящал ему стихи и так далее. То есть, да, он говорил о том, что Рейн его немало чего научил. А вас эти люди чему-то научили? Я думаю, что мы все друг друга научили. Но если говорить об учителе, то я думаю, что моим учителем настоящим был Илья Авербах. Вот будущий кинорессионер. Он сам писал очень хорошие стихи, но он просто возился со мной. То есть, вот, разбирал каждое стихотворение. Все стихи новые я ему приносил. Это был мой учитель, это был мой авторитет окончательный. Мнение его было абсолютным. И он мне говорил, вот здесь вот, например, ты употребляешь образ, а вот Пастернак в такой же ситуации написал так и написал сильнее. Или вот здесь вот, например, у тебя рифма качающаяся. Я в то время придумал такие рифмы, когда ударение, скажем, в первой строчке идет на предпоследний слог, а последние строчки, рифмующиеся с этим, идет на последний слог. Внешние, внешние, они как бы зеркальные, а по звучанию, по размеру они качаются все время. Вот, вот это для него было очень интересным. Но, скажем, если вы, вас интересует, кто из этих вот людей, не Рейн точно и не Бобышев точно. Я думаю, в то время мы были, как ни странно, наиболее близки с Найманом. Его лирическая поэзия меня очень тогда занимала. И очень жалко, что во время этого соревнования он проиграл совершенно глупым образом. Он читал так вдохновенно и не заметил, что он подошел к краю сцены и упал со сцены. Упал и заплакал, и ушел. Это было, конечно, не поражение, а просто ужасная несправедливость. Но потом мы с ним первым и разошлись, потому что я оценивал этические какие-то вещи по одному, а он по-другому. Ну, там это были отношения Рейна с его женой и участие Наймана в этом, отношения Бобышева с Мариной Басмановой. И в том и другом случае я был на стороне Бродского и Рейна. И это тоже повлияло очень. Вот, я вам еще, если у вас есть время, могу рассказать еще один интересный случай, который тоже как-то характеризует одного поэта замечательного с точки зрения отношения к тогдашней партийной системе и подчинения этой партийной системе. Это я говорю о Слуцком. Это был день похорон Эренбурга. И собралась около Новодевичьего кладбища огромная толпа. И в какой-то момент власти, видимо, я так думаю, отдали приказ солдатам поставить заграждения железные, вот знаете, такие вот трубы, такие вот ограды. Переносные. Да, переносные. И держать их, потому что толпа в основном молодежи хлынула и хотела подойти поближе к могиле туда, перейти через улицу, войти в кладбище и подойти к могиле Эренбурга, над которой рыдала его дочка. И, в принципе, это было бы так, и эти заграждения были бы смяты. Но в последний момент вдруг перед толпой появился Борис Абрамович Слуцкий, который стал буквально уговаривать разойтись ради авторитета своего, ради каких-то там, ну, я не знаю, долга перед обществом, для того, чтобы не создавать панику, не порочить память великого писателя и так далее, и так далее. То есть он служил в роли Папа Гапона. То есть пытался встать между властью и народом, пытаясь все-таки служить властью, а не народу. И когда он подошел, он меня, конечно, узнал, мы с ним были очень хорошо знакомы, именно он мне придумал этот псевдоним Петров, Шрайер Петров. Вот. Он увидел меня, я говорю ему, Борис Абрамович, зачем вам это? И это была очень большая рана, которую не могла зажить долго между нами. Только в конце концов, когда его жена Таня тяжело заболела, он позвонил мне, он знал, что я врач, хотел посоветоваться, и после этого мы с ним снова встретились, помиделись, так сказать, забыли о том, что было. У меня к вам вопрос. Вы говорите, именно Слуцкий дал вам еще одну фамилию Петров. Почему? Ну, дело в том, что как-то он приезжал в Ленинград, это было в году в 59-м, да. Приезжал в Ленинград. И, конечно, он встретился после своих выступлений в книжном магазине, встретился с группой молодых поэтов, там и Кушнер, и Найман, и Бобышев был. Бродского еще не было вообще тогда на фоне поэзии ленинградской. Он только где-то еще... 19 лет он только начал писать. Да, созревал, да. Ну, вот этих я помню точно. Алик Городницкий был тогда. Мы шли через Дворцовый мост, а Слуцкий любил вообще давать совет и учить жить. И он и помогал очень много людям. Всегда спрашивал, у тебя есть деньги? Хочешь, я тебе десятку дам, если нужно. Очень добрый был человек. И в то же время он любил поучать. И он мне говорит, слушай, говорит, а ты вот пытаешься свои стихи посылать, у тебя фамилия Шраер, тебя никогда не напечатают они. Я говорю, ну а что же мне делать? Ну, добавь Шраер Петров. У тебя отца как зовут? Я говорю, Петр. Ну, вот сделай себе Шраер Петров или просто Петров, как ты хочешь. Вот. И... Само его сделаю, смотри, как печатается широко. Ну, я дурачок был, конечно, послушался. Я очень жалею об этом. Но уже, поскольку я начал печататься и начал переводы печатать, так оно и пошло одно за другим. Я помню, что году в 78-м я на этом все-таки сломался и понял, что я должен был где-то должен, пора уже заявить, что меня все-таки не покорили полностью. Мне предложили выступить. Я был на БАМе, там ездил с экспедиции и потом от Союза писателей. Довольно серьезная была экспедиция. Вот. И я вернулся и на радио предложил, что у меня есть хороший материал. Я там довольно часто вообще стихи мои передавали, песни на стихи исполняли и так далее. Вот. Какой материал? Я им сказал. У них была передача писателю микрофона. По-моему, в 9 часов утра начиналось, в 9.30 заканчивалось. Они очень хорошо записаны. Вот так же, как вы записали. И, правда, без видеокамеры, просто микрофон, текст. Вот. И потом, значит, я должен был завизировать текст. Я приехал, этот текст прочитал и подпись «Давид Петров». Даже «Д Петров» они поставили. Я говорю, что я... Меня зовут Давид. Я хочу, чтобы вы поставили Шрайер Петров. Нет, Шрайер мы не будем ставить. Только «Д Петров». В крайнем случае, Давид Петров. Я говорю, тогда я не буду выступать. И вот это вот явилось началом конца полного моего разлада с советской властью и с Союзом писателей. Меня к тому времени уже приняли в Союз писателей. И довольно много я печатался. Только, правда, переводы. Стихи они все равно не давали печатать. Одну книжечку выпустил только в 67-м году. Холсты и то в одной обойме с другими, с четырьмя другими поэтами. Вот. И вот это было началом конца. Я извиняюсь, вы упомянули о том, что Слуцкий знал, что у вас медицинское образование. Как-то вы это пропустили. Вы закончили медицинский институт? Да, я поступил в 53-м году в медицинский. Вот там, где с Авербахом и с Васей Аксеновым я подружился. И закончил в 59-м году. Закончил как общий врач. То есть, вы не хирург человеческий, нужный общий врач? Ну, общий врач. И так же, как в Америке называют General Physician. Общий врач. Вот. И меня призвали в армию. Я служил в танковых войсках командиром медицинского санитарного батальея. Какие это годы были? Это было с 59-го по 61-й год. Но потом Хрущев 1200 сократил танковых войск. И, слава Богу, я попал под это сокращение. Вы уже упомянули о том, что возникли проблемы с Союзом писателей. Давайте мы подойдем теперь к годам эмиграции. Насколько я знаю, вы 9 лет то, что называется, просидели в отказе. Несколько слов о том? Почти 9. Меньше чем 9. Почти 9. Ну, отказ вот как раз логически связан то есть подача документов и потом попадание в отказ логически связано с еще одним маленьким эпизодом, который, конечно, довершил полностью мое расставание с Союзом писателей и вообще с Советским Союзом. В Литве на празднике поэзии поэзия Павасарес я прочитал стихотворение «Моя славянская душа в еврейской упаковке». Это шло прямо в открытый эфир. На местном телевидении или на центральном телевидении? Нет, это потом шло на центральном телевидении. Литовцы показали на местном, это большой праздник был, литературный. И в зале, конечно, творилось невероятное. Там просто шоу, крик. Максим как раз был там, он был еще мальчик. Да, я его возил с собой везде. И в Грузию, там мы с писателями общались, и здесь. Вот. И когда я вернулся в Москву, меня вызвали на секретариат союза писателей и сделали мне большую проработку. К этому времени, конечно, я написал довольно много уже еврейских стихов. Ну, то есть, стихов на еврейскую тему. Вдруг я понял, что, конечно, я обязан писать о евреях. Это моя, это главная моя линия в моей жизни. Это я, кто как не я. Я должен, я, я не могу ждать, что кто-то об этом будет писать. Я должен писать о вот тех евреях, которые сейчас есть. Не Шоломалыховских, таких Шлемазовов, а настоящей еврейской советской интеллигенции, которая сложила к тому времени и которая продолжает оставаться под пятой империи, Российской империи. В общем, разрыв пошел по всем линиям. Я на выступлениях, которые мне еще продолжали давать, я начал читать еврейские стихи. В общем, короче говоря, так или иначе, я решил, что надо уезжать. Ну, и попали мы в отказ. Что, рассказывать об отказе я не буду, поскольку это была действительно... Я считаю, что это был малый геноцид, который советская власть сделала, но что в одной Москве сидело в отказе около 50 тысяч евреев. Причем, самое главное, что они большей частью выпускали в то время людей простых профессий и отфильтровывали, держали в отказе в основном интеллигенцию. Причем, интеллигенция деклассировалась. Например, я знаю, что один заслуженный артист республики Скрипач, я вот вылетел из главы уже фамилию, он работал уборщиком на переходе на Смоленской площади. И таких примеров было масса. Все наши друзья практически работали рабочими, электромонтерами, бойлерщиками, а это были врачи, инженеры и так далее, и так далее. Но врачам было немножко легче, поскольку, например, я спустился из старших научных сотрудников до положения простого врача, но я все-таки работал, это была моя профессия. А очень многие страдали. В отказе мы стали, вся наша семья стала очень активно сотрудничать с активистами, с такими как Слепак, Бегун и так далее. Вот. И меня много раз предупреждали, несколько раз хватали, вели в милицию, допросы устрашающие устраивали, ну и так далее и тому подобное. Кончилось практически судебным процессом, который подготовили, подготовила газета факты и аргументы, то есть они там написали огромную статью. Какой это был год? Это был 75-й или 76-й? 75-й или 76-й? Или 77-й? Вот что-то в этом самом деле. Врежневское время? Нет, уже нет. Если 75-й, 85-й 86-й? 80-й. Это уже перестройка, Горбачев. Да, это уже перестройка абсолютная. И мне посылали повестки, прокуратуру, все, я решил, что я не пойду. В общем, кончилось это дело тем, что я оказался в больнице, свалился с тяжелым сердечным приступом, и после этого вдруг отлегло, они от меня отстали. Говорят, что это связано с тем, что Горбачев к этому времени в 85-м захватил всю полноту власти и решил уже тогда идти перестройки. То есть они стали ослаблять эти давления. В каком году вы эмигрировали? Мы эмигрировали в 87-м году. Если считать сейчас, что 2011 год, то есть вы уже достаточно долго здесь, больше 24 года. Да. А вы работали здесь по профессии медика или как литератор? Ну, как литератор мы с вами как раз в это время познакомились вскоре после моего приезда. А как на хлеб я зарабатывал как микробиолог научный сотрудник в университете Брауна. Тогда вы были в советские времена членом Союза писателей. Как вы можете себя назвать как писатель здесь? Вы принадлежите какому-то сообществу? Есть ли некие друзья по цеху? Вы знаете все меньше и меньше почему-то среди эмигрантов. Когда я приехал я довольно много общался несмотря на то что я был в провиденции я как-то все время а сейчас почему-то хватает времени только писать а особенно общаться я больше даже я бы сказал общаюсь с теми кто в России даже живет может быть чуть больше особенно ярким представителем этого общения это был Генрих Сабгир я бы хотел закончить этот текст просто своей благодарной памятью о нем потому что он и мне и моему сыну как-то показал как можно долгие годы трудиться и писать плодотворно несмотря на то что тебя никто не знает и даже не дает публиковаться неужели это все и это что все